В целом же явка россиян первый день президентских выборов превысила 35% от общего числа избирателей, сообщили в ЦИКе. Минцифры сообщают, что две трети россиян, зарегистрированных на электронной платформе, уже проголосовали дистанционно. На ряде обычных участков зафиксированы инциденты. Так, в Москве одна женщина подожгла будку для голосования, другая залила зеленкой урна с бюллетенями. Их задержали, им грозит до пяти лет тюрьмы. Явка россиян в первый день выборов превысила 35%. Об этом свидетельствуют данные о ходе голосования на сайте ЦИК. К 20 часам по Москве высокую явку от 38,5% до 65% показали ТВА, Чукотский автономный округ, Кемеровская, Еврейская автономная, Магаданская, Сахалинская область, а также Якутия, Бурятия и Алтай. На Дальнем Востоке явка местами достигла 100%. Комментирует глава коммуникационного холдинга Минченко консалтинг политолог Евгений Минченко. Я думаю, это ожидаемо, поскольку здесь есть несколько составляющих. Составляющая первая – это эффект мобилизации вокруг флага, связанный с беспрецедентным внешним давлением. И я думаю, что сегодняшние вот эти вот акции оппонентов, как с точки зрения атак на нашу территорию, так и с точки зрения провокации на избирательных участках, я думаю, что в итоге это как раз скорее мотивирует людей, чтобы выразить свое мнение. Ну и, естественно, организационная мобилизация, в общем, тоже ни для кого не секрет, что велась работа и через партийные структуры. Причем не только Единая Россия, а оппозиционные партии, в общем-то, достаточно серьезно включились в агитацию своих сторонников на то, чтобы прийти на избирательные участки. То есть я думаю, что вот этот вот микс нескольких факторов, смесь нескольких факторов, именно желание эмоционально поддержать свою страну во внешнем противостоянии, а с другой стороны, организационная мобилизация дала, в общем-то, такую рекордную явку. Нельзя забывать еще, кстати говоря, что был очень большой процент досрочного голосования, особенно в новых территориях, или в Белгородской области, например, в тех территориях, которые пограничены. И, соответственно, там-то уже достаточно высокая явка, именно за счет этого фактора. Поэтому я думаю, что да, как бы основной пик организационных усилий пришелся на этот день, но есть люди, для которых традиционно у них уже такой обычай, что они ходят именно в воскресенье. Но такие люди тоже придут на третий день. Но я вот, например, всегда обычно голосовал в воскресенье, а сегодня, учитывая, что у меня в воскресенье будет очень плотно забитый день, поехал, проголосовал в пятницу. Евгения Минченко, Паритулок. Около 10,5 тысяч атак было совершено на ресурсодистанционного электронного голосования. Система справляется. Об этом сообщила глава Центра избиркома Элла Памфилова. Общественная палата поступила 52 сообщения о различных технических отклонениях от так называемого «золотого стандарта наблюдения». За выборами при этом 29 из них не подтвердились. Об этом сообщила представитель общественной палаты Алена Булгакова. О ситуации на избирательных участках первый день голосования. На ряде избирательных участков были зафиксированы инциденты. В московском районе Марьино пожилая женщина подожгла будку для голосования, облив ее горючей смесью, и сняла результат на телефон. Ее задержали. Также в Москве 20-летняя девушка залила зеленкой урну с бюллетенями, выкрикивая проукраинские лозунги, тоже сняв это на телефон. Ее также задержали. За провокацию ей грозит до пяти лет тюрьмы. Она заявила полицейским, что ее заставили это сделать украинские спецслужбы, которые развели ее несколько дней назад на крупную сумму денег. В подмосковном Лыткарино один из избирателей после телефонного разговора вышел из кабинки и бросил свой бюллетень, а потом попытался вылить жидкость в избирательную урну. Мужчина заявил, что является выходцем из Молдавии, а испортить бюллетени его подговорили мошенники, которые грозили оформить на него кредит. В Москве усилили меры, чтобы избежать повторения таких ситуаций, сообщил зампред Мосгор-избиркома. В Санкт-Петербурге полиция пресекла попытку девушки бросить коктейль Молотова в вывеску избирательного участка. Как уточнили ТАСС в оперативных службах города, задержанная 21-летняя студентка одного из петербургских вузов. Она, по предварительным данным, действовала по инструкции, которую якобы получила по телефону от абонента с украинским номером. В Хантамансийском автономном округе женщина пыталась поджечь стационарный ящик для голосования, используя бутылку с зажигательной смесью. Она также была задержана. Помимо этого, урны для голосования облили зеленкой на пяти избирательных участках в Ростовской и Воронежской областях, а также Карачаево-Черкесии, передает Интерфакс. Глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова назвала подонками тех, кто заливает избирательные урны жидкостями. По ее словам, после задержания они признались, что делали это за деньги и не знали об уголовной ответственности. Объяснение задержанных о порче урн показывает, что след из-за рубежа, и это не обычное хулиганство, а с элементами терроризма, заявила Памфилова. Следственный комитет возбуждает уголовные дела. Поврежденные бюллетени будут проверены членами участковых избирательных комиссий, заявил ТАСС-член ЦИК Константин Мазуревский. По словам, если будет возможно установить волю заявления избирателя, то такой бюллетень будет принят.